Добрый день! В прямом эфире программа «Тема дня» в студии Роман Быков. На федеральном уровне власти нашей страны, любимые, продолжают нас все стращать четырехдневной рабочей неделей. Сначала, честно говоря, мы все думали, что это так, но Медведев что-то сказал и забыл, но нет. Четырехдневка, четырехдневка. А между тем, эксперты все, руководители предприятий говорят, что какая четырехдневка, нам пахать надо, как тем японцам, как проклятым, что хоть как-то ВВП вырос. А у нас четырехдневка. Более того, всем известная проблема демография. Рабочих рук в стране все меньше и меньше. Демографическая яма 90-х сказывается и так далее. Поколение советское продолжает активно выходить на пенсию, а иногда куда подальше, к сожалению, на тот свет. То есть рабочих рук все меньше и меньше, и кто будет работать, кто будет удваивать этот ВВП, который нам завещал когда-то удвоить наш нынешний по-прежнему президент. Понимаете? И в этой связи возникает вопрос, где взять. Кто-то говорят, давайте станем еще больше работать, кто-то говорят, давайте мигрантов позовем и так далее. Но вот есть такое мнение, что резервы есть, и где их взять, и получается ли их взять. Об этом мы сегодня и поговорим, попросту говоря. Поговорим о том, что есть такой многочисленный класс молодых женщин, женщин среднего возраста, которые сидят с детьми маленькими дома, и которые были рады работать попутно, но не получается. Почему не получается и что им делать, об этом как раз сегодня поговорим. Хочу представить гостей нашей студии. Это Галина Константиновна Лопушинская, доктор экономических наук и профессор нашего Тверского госуниверситета. Галина Константиновна, добрый день. Добрый день. И Антон Стамплевский, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тверской области. Добрый день. Здравствуйте. Дорогие телезрители, а вы звоните по телефону 3190, если вы молодая мама, если вы хотите пойти на работу, до вас не берут. Если вы открыли свое собственное дело, как это у вас получилось, насколько успешно оно развивается, что вы думаете вообще, куда пойти молодым мамам, которым хочется работать, а иногда даже не хочется, но надо. У всех ипотека, кредит на машину, хочется в конце концов пожить по-человечески, съесть хоть куда-то в отпуск, пусть даже не на Канары, а хотя бы в Крым. А для этого нужны деньги. Поэтому звоните по телефону 3190. Мы с удовольствием выслушаем ваше мнение. А пока, Галина Константиновна, насколько вообще актуальна эта проблема? Вот вы были сейчас на конференции, да, в Международной Петербурге? Да, Международная конференция в Петербурге связана с непрерывным образованием. Очень много представителей разных стран. Это и Узбекистан, и Белоруссия, и Латвия, и Финляндия, и Индия, и Соединенные Штаты. То есть совершенно разные страны, которые говорят про непрерывное образование. И особый аспект сейчас делается на образование, которое не просто принимается людьми как необходимость, а которое дает результаты. И как раз выступала я на пленарном докладе и на панельной дискуссии, мы это обсуждали, с особенностями бизнес-образования для женщин с детьми до 6 лет и многодетных женщин. Тема вызвала очень живой интерес, много звучало предложений, изменений. Почему? Потому что если смотреть на нацпроекты, которые сейчас заявлены к реализации, у нас есть такой национальный проект, как демография. И в этом проекте четко заложено к 2024 году увеличение прироста рождаемости на тысячу жителей, на одного человека, вот у нас с вами фактически увеличение суммарного коэффициента рождаемости рожденных детей на одну женщину к 2024 году должно стать 1,7. Это на одну женщину, да? А базовое значение 1,62, то есть которое, в принципе, хотелось бы при любом раскладе достигнуть. Мы понимаем, что нацпроекты – это обязательное исполнение для органов власти территорий. То есть наш регион абсолютно точно будет стараться всеми силами обеспечить реализацию этого нацпроекта. К чему это может привести? У нас и так число трудоспособных граждан, которые способны работать, которые вовлечены в производство, которые работают на различных компаниях, то есть реально могут занимать места, и создаваемые инвесторами, количество их уменьшается. Если количество их будет уменьшаться, количество нетрудоспособного, особенно лиц пожилого возраста, будет расти. И женщины будут, ориентируясь на рождение ребенка, уходить в декрет. А мы же понимаем, что рождение второго ребенка – это выбрасывает с рынка труда женщину. Ну, если мы берем максимальный вариант – на 6 лет. Если она сидит с первым 3 года, а потом уходит со вторым на 3 года. А хотя же еще за третьего дополнительные выплаты. А если посмотреть на инструменты, которые поддерживают демографию, реализацию нацпроектов, вы обратите внимание, очень интересный инструмент, но они все финансовые. Нам скажут, не выбрасывают, она же числится на работе. Можно я немножко... Да, да, да. Нужно. Супруга позвонит, скажет, почему я не пришла на обед, а у нас многодетная семья. И как раз тоже в том числе... То есть, Антон, это все про вас. Ну, в том числе, я думаю, таких семей и хотелось бы. И про меня, у меня тоже супруга. Больше, у которых много детей, там наши молодые семьи. Мне кажется, еще проблема усугубляется тем, что у нас, в нашем регионе стартовые возможности отличаются. Вот я посмотрел наш прогноз социально-экономического развития и сравнил его с прогнозом на среднесрочную перспективу. И там, скажем, цифры далеко не те, которые хотелось бы видеть, в том числе и по демографии. А губернатор наш, Игорь Кналович Фурдене, главу угла и вообще основным проектом, основным показателем эффективности ставит именно демографические показатели. Вот задачи, наверное, в том числе и образовательные, да и вообще экономического блока, как мне кажется, даже не образовательного, не социального блока, а в первую очередь экономического, должна быть направлена на решение демографических задач, переломить вот эти тенденции, которые уже, наверное, столетиями у нас сформировались на территории Верхней Волжья. Ну, по-разному можно их преломлять. Сегодня чествуют машиностроители, я пользуясь случаем хотел поздравить всех женщин, которые работают в сфере машиностроения, с их профессиональным праздником, коль скоро у нас такая программа. Но, опять же, возвращаясь к тому, с чего начали, да, есть идеи по четырехдневке, но, наверное, надо сказать откровенно, что если мы хотим сначала достичь показателей или выполнить показатели национального проекта, то мы можем, конечно, и рассуждать, и частично внедрять эти моменты, которые говорят на уровне федеральных министерств профильных, но что-то изменится в плане, может быть, показателей производительности. Но только показатели. Но качественно, да, качественно мы ситуацию не изменим. И в этом смысле, конечно, усилия, я не скажу, что их недостаточно, усилия государства, усилия бизнеса тоже, но они направлены не совсем туда. Вот мы с коллегами в это лето на межрегиональной конференции уполномоченных анализировали там всего лишь один федеральный проект в рамках нацпроекта по развитию малого и среднего предпринимательства и сравнивали цели, задачи с теми предложениями, с теми проблемами, которые есть в сфере бизнеса. И они, как правило, между собой никак не коррелируют. Вот хотелось бы, чтобы приоритетные направления, ключевые задачи, они были основаны именно на объективной картине, на том, что необходимо. Вот об этом Галина Константиновна как раз и говорила, и, я так понимаю, на той конференции в Санкт-Петербурге обсуждалось, потому что там живая дискуссия, живое общение, и люди, что называется, на земле, которые прочувствовали, об этом говорили. Да, что самое важное, на самом деле, что говорят, вот вы мне рассказывали про эту конференцию, я поняла, что да, представительная такая, и самый главный вопрос, не просто какая-то теория, ни о чем. Ну, вы знаете, потому что есть показатели. Почему, например, в национальный проект включили финансовые инструменты? Мы с вами понимаем прекрасно, что материнский капитал, предоставление земельного участка, это получение дохода, можно говорить, в сельской местности, где нет рабочих мест, это один из источников. Если раньше мы говорили, что, например, многие села начинают воспринимать, живя натуральным хозяйством, сам вырастил, сам съел, сам себя обеспечил, начинают рассматривать как основной источник дохода семьи средства пенсионеров, которые все-таки индексируют и все-таки выплачивают четко в определенные периоды, задержек нет по пенсии. Нужно кредитоваться на почте. То вот сейчас получение декретных материнского капитала в селе, где нет рабочих мест, многими воспринимается как источник получения какого-то дополнительного дохода. Причем даже статистика показывает, что уровень занятости женщин с одним, двумя и тремя детьми, она существенно различается между собой. Конечно. Галина Константиновна, мне вот показывают мои коллеги, что у нас сейчас будет источник дополнительного дохода на наш телеканал. Увидели рекламу. Дорогие телезрители, буквально три минуты не переключайтесь. Звоните нам, если вы молодая мама или мама среднего возраста, и вы хотите какую-то работу найти, все-таки сидящую с детьми. Звоните, пожалуйста. Телефон 300-190. Пока реклама. Дорогие телезрители, как видите, у нас и даже во время рекламы разговор оживленный продолжается, дискуссия. Итак, мы сегодня говорим о том, где взять источник дополнительной рабочей силы. И вот мои уважаемые гости, эксперты, говорят, что вариант это мамы, которые сидят в декрете, которым можно не обязательно возвращаться, может быть, на свою прежнюю работу, где их не всегда ждут, потому что мама с ребенком. Это что? Она сегодня вышла, а завтра сказала, извините, у меня сын заболел. Послезавтра вышла опять, а его надо детский сад приучать, водить тоже можно, я уйду пораньше, приду попозже и так далее. То есть, дорогие телезрители, если вам есть что сказать по этому вопросу, звоните 300-190. Господа, а что все-таки государство, работодатели пока на данный момент предлагают тем самым мамам, которые ушли в декрет, но вот готовы вернуться? Вот они, наверное, воспринимают, как вы сказали, источник рабочей силы. Я бы все-таки для телезрителей как-то уточнил. Давайте лучше говорить, а где взять возможности для создания условий для нормальной жизни наших российских семей, а не воспринимать молодых мам как исключительно источник рабочей силы. А я бы вообще была против использования к женщинам, сидящим с детьми, термина рабочая сила. Но рук-то у нас все меньше у рабочих в стране, для популяции, миграции. А вот и взгляд на них должен измениться. Мы на самом деле привыкли, что если у нас есть что-то неиспользованное, потенциально возможное, то почему бы не заставить работать, если это может сделать? Это когда оточишься как к средству ко всему. Да, да, да. А на самом деле надо изменить взгляд на женщину, сидящую с детьми. Ну, во-первых, давайте сразу произнесем, что большая проблема в том, что женщины осознают, что рождение второго и третьего, особенно третьего, мы проводили исследование, и женщина, говоря о том, что она не готова рожать третьего, говорит очень простую фразу. Если я рожаю третьего, то, скорее всего, я работать не буду. Я буду сидеть с детьми. Потому что затраты больше, чем на работе. И мне не удастся совместить. То есть не потому, что не хочет, потому что нереально. Потому что нереально, абсолютно точно. И вот если посмотреть реально по статистическим данным, это усредненные данные, у нас практически каждая третья женщина, имеющая трех и более детей, перестает работать. То есть абсолютно точно подтверждающие показатели. Не работает. А навсегда перестает? Или, допустим, все-таки... Даже навсегда. Да, то есть она фактически, выращивая детей, теряет квалификацию настолько, что потом даже трудоустройство достаточно сложное. То есть выход повторный... Нет никаких переходных моментов. И очень сложно найти себя, конечно, по сечению девяти... Ну, то есть она даже, если хочет вернуться, ее уже работодатель не будет ждать. Татьяна Петровна, извините, вы утеряли квалификацию. В этом плане? Или она сама и не хочет уже? Нет. Она... Вы знаете, есть даже психологические мотивы, которые подталкивают женщину к тому, чтобы иметь какой-то доход. Вы знаете, очень много из средств массовой информации в том числе говорят о скандалах при разводах, о том, что женщина перестает быть интересной, сидя с детьми долгий период времени, и мужья их бросают. Кроме того, если семья многодетная, и на отца единственного работающего возлагается большая нагрузка по финансовому обеспечению семьи, это идет еще и выгорание. Женщины боятся остаться без средств. Они потенциально хотели бы что-то получить, но у них очень часто нет возможности совмещать вот этот рабочий день, стандарта установленный, с возможностью... А желание в самореализации сохраняется. А желание сохраняется. Потому что многие, я знаю, идут и получают второе высшее образование. Какой-то навык новый осваивают для себя даже дома, когда уже дети начинают ножками ходить, там, в детский сад и так далее. Многие мамы как раз хотели бы заняться своим делом, но надо, наверное, сказать объективно, полноценных возможностей для этого сейчас не создано. А что надо создать? Абсолютно точно. А потом, вы обратите внимание, в реализации нацпроекта «Демография», помимо финансовых инструментов, есть один, связанный с обучением. Это профессиональная переподготовка мам, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет. Но кто этим занимается? Занимается Минтруда через свои управления по труду и занятости. И как он этим занимается? Оно запускает программы обучения чаще всего через свои учебные центры. Но вы же понимаете, что основная задача таких структур это обучение безработных. Возможность дать им какую-то профессию и чтобы он устроился. Да и качество обучения я, честно говоря, был какой-то в жизни промежуток. Стоял на бирже труда и проходил один раз такое обучение. На кого учили-то? Да не помню уже. Там всех подряд друг на друга переучивали в этих центрах занятости. Но и был такой момент. Сам лектор приглашенный, он, честно говоря, путался в системах налогообложения. Даже вот так вот. Да, как студент-первокурсник. Поэтому к качеству вот этого условно подготовки при обучении есть вопросы. Но и, наверное, Галина Константиновна права. Оно нацелено изначально. Эта система была совсем на иной. Мы пытаемся, в том числе и дополнительными средствами федерального бюджета, решить совсем другую задачу. Наверное, это неправильно. Кроме того, вы знаете, мы сделали анализ по Центральному федеральному округу. И посмотрели, а какие программы для мам, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, предлагают центры занятости. Это не только Тверская область. То есть это все субъекты ЦФО предлагают те же программы, которые они предлагают безработным. Ну, например, секретарь-референт. Это предполагается, что женщина с маленьким ребенком, а мы говорим, например, с двумя и тремя, пройдет обучение и должна трудоустроиться. Вы представляете, чтобы руководитель взял на работу секретарем, когда это может быть ненормированный рабочий график, и когда женщина должна быть постоянно в приемной, постоянно на взаимодействии с руководителем, женщину с тремя детьми предполагают, что если дети от нуля до шести лет, они болеют. Они в этом случае, пойдя в сад, пока не отболеют определенное число, пока не адаптируются ко всем коммуникациям, женщина будет постоянно уходить. Он не возьмет такую женщину на данную должность. Это высокий риск. Естественно, она, даже получив такое образование, не устроится. Или направление, как говорят, сильно востребованное. Это специалист по государственным закупкам. Мы понимаем прекрасно, что если государственные закупки, то это, скорее всего, органы власти, либо бюджетные учреждения. И опять-таки вопрос. Из 9 до 18. Конечно, конечно. Очень негибко. И совместить это с возможностью последующего трудоустройства не получается. В бизнесе есть другие решения. Все больше частных компаний, передовых, которые обладают, ну, занимаются крупной оптовой торговлей, например. У них есть там платформенное решение. Я знаю просто такие конкретные примеры. Они удаленно работают. Да. Ведь сейчас все больше удаленные. В Челябинске, в Ростове и так далее. 15 человек там у руководителя отдела. Удаленных сейчас все больше и больше. И это, как правило, молодые мамы, которые могут и на этой своем графике провести необходимые. У них же кипят там, да, ежедневные. Они там компьютер, микрофон, гарнитура. И очень успешно вот эта вот линия, она действительно востребована. Ну, на самом деле, вот это очень хороший момент. Это поиск баланса между семьей и работой. Мы, во-первых, должны четко понять, что женщина многодетная, она всегда будет искать этот компромисс. Она всегда будет искать вот этот баланс, чтобы совместить семью, чтобы семья не считала, что ее работа будет ущербом для детей, для сохранения той семейной обстановки, которая характерна многодетным семьям. И в то же время женщина самореализовывалась. Но в этом случае нам тогда надо признать, что женщины многодетные ориентируются на самозанятость, когда для них не важно, сколько времени она потратила на эту деятельность. Она может допускать определенную сезонность в какой-то период. Она получает доход, что-то делая, а в какой-то нет. И очень часто... Почему, например, в подготовке женщин сейчас через центры занятости востребована, например, подготовка повар? Мы понимаем, что востребована она не потому, что женщины потом собираются идти работать по этому направлению. Кстати, в Тверской области у нас в 17 раз спрос на поваров превышает их предложение. Но чаще всего женщины многодетные не готовы идти по найму работать поварами. Но они готовы что-либо производить и реализовывать через сеть интернет. Это не требует затрат. Торты какие-нибудь, да? Здесь есть другие риски, коллеги. Здесь много рисков. Мы расслабились на всю страну в свое время с этими 29 кондитерами, которые через Инстаграм продавали торты. И как-то их там выявили, да начислили им налоги и так далее. Но действительно нужно к этой теме подходить очень аккуратно, очень взвешенно. Хотя я считаю, что, конечно, наш регион мог бы уже со следующего года войти в вторую пульку пилота по самозанятым. Да, и практика Татарстана, Москвы, Московской области показала те 120 тысяч самозанятых с 4% отчислений. В принципе, это хороший подход. И как раз он, наверное, позволит обеспечить вот эту самую гибкость. Но параллельно с льготным режимом нужно, конечно, и снижать административную нагрузку. Вот этот пример, он до сих пор обсуждается на всех площадках. Ну и помимо налоговой и неналоговой нагрузки, она пока еще и опросы предпринимателей показывают достаточно велика. Именно. Что им не нравится? В целом, нагрузка налоговая, любой предприниматель, нагрузка на фонд оплаты труда, после того, как увеличились страховые пенсионные взносы, она непомерная практически. А сейчас, в последние годы, когда все-таки отменяется один льготный режим, предлагается отменить следующий, взамен ничего не происходит. Высокий уровень отчислений, обязательные фонды, он, к сожалению, пока формирует тот самый теневой рынок. Ну, на самом деле, у нас есть возможности, которыми, если не воспользоваться сейчас, то регион территория существенно потеряет. Потеряет в деловой активности, потеряет в доходах населения, потеряет в привлекательности. Почему? Вот говорим про самозанятость, почему женщина с детьми, особенно если детей больше двух, ну, или даже два и больше, самозанятостью не рискнет заняться? Потому что ей, во-первых, нужно четкое понимание рисков, да? А вы имеете в виду официально не рискнет? Официально, официально не рискнет, потому что есть риски. Ей, естественно, хотелось бы, чтобы у нее шло сопровождение, чтобы шла поддержка информационная, налоговая, чтобы она знала, кому и куда обратиться, чтобы ей помогли эту самозанятость запустить. Это очень важный момент. Почему важный момент? Потому что, да, это вполне может быть недеятельность, которая от заката до рассвета, нацеленная на только получение дохода. Но это дает женщине возможность самоутверждения. Это дает возможность женщине гарантированно обеспечить себе трудовой стаж и пенсионные накопления. Это тоже немаловажно. Если официально заниматься. Официально, да, официально. И это дает возможность не бояться панически варианта разрыва семейных отношений. Вы знаете, это очень тяжелый момент, когда суициды после того, как ушел основной, давайте назовем, кормилец семьи и женщина осталась одна с двумя и более детьми. Для нее это огромный стресс, особенно когда она не знает, каким образом и как она сможет получать доход, то есть устроившись. На самом деле это очень тяжелая психологическая проблема. Проблема неуверенности в завтрашнем дне. И на самом деле это момент, когда есть четыре направления, по которым идет господдержка развития предпринимательства на территории. Смотрите, это и программа «Ты предприниматель», где женщины... К сожалению, в другом качестве как-то... Ну, в другом качестве она все равно пойдет через корпорацию МСП, через поддержку. Ну, это на федеральном уровне принято решение. Другое дело, что, извините, что перебила, Константин, вот в части обучения, вы сказали, ты предприниматель, другие программы для начинающих предпринимателей, очень важно, чтобы целевым образом подбиралась аудитория. И, представляете, если бы молодые мамы были вовлечены даже дистанционно в это обучение, как бы мы даже, как чиновник говорю, показатели у нас проекта по МСП бы выполнили. Сразу негативные тренды, когда у нас четыре тысячи предпринимателей там за десять лет уходят, переломились с одной стороны. С другой стороны, кто обучает? Вот всевозможные там какие-то бизнес-тренеры, азбуки и так далее, какие-то привлеченные люди, вместо того, что у нас есть там прекрасный свой профессорско-преподавательский состав и практики, успешные предприниматели, которые сделали успешный бизнес, известный за рубежами нашего региона. Как правило, они не часто привлекаются к этим программам обучения. Я не говорю, что все они там способны обучать, но передавать знания, предупреждать о рисках на собственных примерах, вот это возможно. И, извините, еще три. Нет, здесь еще как бы немножко другой аспект. Ты предприниматель, он опирался на методику Международной организации труда. И методика была связана «начни свое дело». Все хорошо, все замечательно. Это подбор генерации идеи и вот запуск бизнеса собственного. Но женщины с детьми, они в большей степени довольствоваться будут необязательно принципами предпринимательства как такового. Правда, Антон, мне вот интересно, много ли женщин начинают свое собственное дело? И в какой сфере вообще? Вот из-за опыта. Не для этого, чтобы платить ипотеки, наверное, да, чтобы жить достойно всем. Так а жить достойно, это чтобы жить в нормальной квартире. А нормальная квартира покупается в ипотеку. Потому что наш человек не может позволить нормальную квартиру купить просто так. Как такое немножко может сложиться у нас впечатление, что мы так какую-то абстрактную молодую женщину выбрали, и ее вот куда-то загоняем в какие-то рамки. Она сама хочет куда-то пойти. Создают предприятия. Несмотря на то, что количество предприятий у нас, ну, скажем так, условно, скажем, не растет, женщины-предприниматели, у нас прекрасных, много примеров успешных женщин-предпринимателей, которые создавали замечательные, создают замечательные бизнесы в Твери, в Тверской области. Другое дело, что я недавно посмотрел, как у нас реализован за три года был закон о налоговых каникулах, которым мы очень долго спорили в 2015 году и в правительстве, и с депутатами, и говорили, что вот чтобы он работал, нужно еще все-таки правильно выбрать ниши, те направления, в которых это даст результат. И вот я публиковал там в социальной сети данные, мы предлагаем депутатам все-таки пересмотреть эти направления деятельности, виды экономической деятельности. Не сработало. Вот только 19 фотографов появилось, и, кстати, многие из них, я знаю лично, прекрасные молодые мамы, которые в кредит купили эту супердорогую технику, нашли себя, фотографируют мероприятия, кто-то свадьбы, кто-то студию открыл, а в целом не сработал закон о налоговых каникулах. Вот надо разбираться, почему. Потому что выбор был, мое мнение, субъективный. Есть ряд причин, но основное, ну не в стекольном и ткацком производстве, надо было стимулировать ИП, создавать, знаете, там... Ну какой ИП стекольный? Двугодичный режим без налогов. Мы же не китай, чтобы в чугун-то плавить, плавить маленькое. Так вот надо смотреть, где это происходит, где там уход там за пожилыми инвалидами, какие-то другие сферы, они есть. Это, как правило, бытовые услуги. Это именно тот микробизнес, который в первую очередь должен попадать под режим льготного налогообложения. Но не только в нем, конечно, дело. Но услуги вещь специфическая. И женщины с детьми не будут готовы предоставлять услуги. Почему? Почему? Потому что... Я знаю таких, вот, стрижет человек. Если у вас двое или трое детей, то вам хватает того, какие вирусы, какие инфекции приносят домой ваши дети. И вы не будете готовы к тому, что к вам бы домой приходили еще и клиенты... Готовы, готовы, приходят, приходят, Галина Галинковича. Приходят, в том-то и дело. Нет, приходят, но это так называемая вынужденная ситуация. Мы все работаем зачастую, потому что вынуждены. Мы работаем, потому что еще раз говорю, жизнь такая. Ну и совсем, знаете, почему... Роботы еще пока не делают хорошие наведения. Да, мы почему говорили про то, что обучение женщин с детьми должно меняться. Потому что оно от обучения просто бизнес-планированию, вот, как, например, под ты, предприниматель, должно переходить к обучению действию. Потому что если научить женщину делать, условно говорю, делать красивых кукол, есть очень интересный пример. И так ей есть тоже. Да, да, и помочь ей в плане реализации поддержать информационное продвижение, поддержать ту ее поддержку самозанятости через интернет, то в данном случае от этой деятельности, пускай не постоянной, пускай определенной сезонности, пускай только затрачивая время, когда дети спят, маленькие дети спят. Она будет еще и самореализовываться. Она будет в этом случае получать удовольствие от того, что она делает. Не только от получения дохода. То есть уйти от вынужденного предпринимательства к тому, что способно не только принести какой-либо, пускай и небольшой доход. А это как раз идея вот того инкубатора в нормальном понимании, когда надо взращивать именно вот эти новые предприятия. Но у нас и дополнительные риски здесь. Потому что почему они идут? Вот вчера Светлана Викторовна и Максимова тоже говорила. Почему, ну так скажем так, нет такого всплеска обращений о создании новых крестьянско-фермерских хозяйств? Потому что это очень серьезная ответственность. Это бюджетные средства. И сразу же наши коллеги из правоохранительных органов, а иногда они стимулируются там еще и отдельными там лицами из исполнительных органов власти. Говорят, вот показатель там А не достигнут. Вы должны были создать пять рабочих мест, а создали четыре. Верните субсидию там в миллион рублей обратно в бюджет. Это не просто крах там бизнеса, да, проекта, а это еще уголовная ответственность. У нас такие случаи, у нас такие обращения есть. И это, ну, это неправильно. Я не говорю, что правильно нецелевое использование всех, конечно, нет. Но надо, во-первых, разделить субсидии и гранты четко, гранты начинающим. Второе, была практика, опять же, гранты это не всегда возмещение средств потраченных. Хотя это тоже работает, в принципе. Кто-то привлекает инвестора, дополнительные возможности, 100, 200, 300, 500 тысяч тратит на какое-то оборудование, начинает свое дело. Но условия достаточно жесткие. Говорят, вот если ты пять лет не вел, не занимался сельским хозяйством, верни обратно субсидию, там полтора миллиона рублей. А есть погодные условия, да, есть ситуация на рынке, есть там вопросы с кредитной организацией, пересмотр ставки, там, это куча нюансов. Но если фатально человек понимает, что в итоге он выбирает иной путь, наверное, нужно правила игры менять. Да, причем, вот тут абсолютно точно поддержу Антона Владимировича, потому что если приходит инвестор, ориентированный на женский труд, и готовый... Что инвестор такой, швейная фабрика? Пожалуйста, есть такие. Может быть швейная фабрика, может быть тот, кто ориентирован на производство туристских товаров. Колл-центры. Колл-центры и так далее. Есть те, кто ориентированы на то, что женщина может совмещать, женщина может занимать рабочие места, которые он создает. То такому инвестору надо предоставлять льготы. И не осуществлять жесткий контроль за количеством рабочего времени на этих создаваемых рабочих местах. Вы знаете, как только мы говорим, что неполная занятость, это для работодателя плохо, и в этом случае его надо к ногтю, его надо контролировать, а то вдруг он уходит от уплаты дохода своим работникам, то мы фактически не даем возможности принять на работу женщин, осуществить их поддержку. У нас есть особая категория предоставления льгот работодателям, когда они берут инвалидов. Когда берут инвалидов, да. Специально рабочие места. Да, это субсидируется. Да, рабочие места специально создаются. Для лиц с ограниченными возможностями все нормально. Но молодые, здоровые женщины, которые, реализуя национальные идеи, готовы рожать второго и третьего ребенка, у них должен быть определенный вариант гарантии, что они смогут и самореализоваться, в том числе профессионально самореализоваться. Вы знаете, очень тяжелая ситуация, статистически тяжелая, что женщина, уходя в декрет, в первый декрет из-за ухода, теряет 15-20% из-за потерянного времени возможностей в карьерном росте. То есть мы говорим о несоответствии. Знаете, иногда гендерные круглые столы проводят по поводу того, женщина во власти, женщина в бизнесе, женщина в политике. И говорят, как же мало женщин у нас там-то, там-то, там-то. Как же мало у них возможностей к самореализации. Но мы же понимаем, что те три года, например... Сохраняя человечество в ущерб себе, в ущерб своим профессиональным интересам, карьерным интересам. Поэтому и появилась тяжелая ситуация, когда, во-первых, у нас средний возраст невест поднялся. Значительно причем. Да, у нас поднялся возраст женщин при рождении первого ребенка. То есть... Раньше было 28 лет, старая родящая, сейчас 28 лет, это зачастую первый... Это вот просто... Это первый ребенок, и это еще... И это еще, да, не предел. Да, не предел. То есть у нас появилась проблема Европы, с которой Европа сталкивалась уже в прошлом веке, в конце, в 20-го, проблема отложенного ребенка. Когда, глядя на ситуацию, видя рост цен доходов, нестабильность получения этого дохода, сложности с получением жилья, низкая мобильность территориальная, да, семья откладывает рождение ребенка. Говорит, ну сейчас нет, вот потом. Посмотрим, может что-то изменится. Да, может что-то изменится. И когда ребенок рождается, когда женщине уже, например, 35, то очень часто женщина, поняв, что она в этот период утратила возможность дальше выстраивать свою профессиональную карьеру, а предположим, до этого времени она там с какого-то рабочего места поднялась до уровня руководителя первого звена, и она понимает, что в этом случае второй, это уже достаточно тяжело. Да, мы пошли по пути Европы. Мы тоже предоставляем по трудовому кодексу возможность, вот у меня прямо четко, 256-я статья Трудового кодекса, право на декретный отпуск, отцом ребенка, да, практически не востребован. Вот исследование в ЦО, 2008 год, 58% наших соотечественников не считают нормальной ситуации, когда после рождения ребенка отец ухаживает за новорожденным. Ну, 58% это все-таки получается не так уж и ультрамного. Я, честно говоря, знаете, в нашем случае ожидал бы... Нет, это... Да, может быть, ответили на шучу. Нет, это все, конечно, это, да, репрезентативная выборка, но я просто на другое хотела обратить внимание. А в 57-м 56%. То есть восприятие того, что отец должен уйти в декрет, в обществе не педалируется, да, то есть не становится привлекательным чем-то. То есть население продолжает считать, что это только женщина садится в декрет. И в данной ситуации, при таком взгляде на проблему, мы понимаем, почему возникает отложенный ребенок, да. В Швеции, если мы говорим о господдержке рождения ребенка, то первый год господдержку получает мама, на год она уходит с рынка труда, а на второй год семья получит господдержку, только если это папа сядет с ребенком в декретный отпуск. Если папа не садится, то есть женщина продолжает находиться в декретном отпуске, семья просто не получает господдержку. То есть она ориентируется на то, что зарабатывает папа. Боюсь, мы не готовы этот пример. Я тоже думаю. Потому что уровень дохода наших семей, и, наверное, система социальной поддержки пока не конкурирует. И ментальность, да. И ментальность, в том числе. Я не случайно привела взгляд на вот эту вот нормальность ухода папы в декрет. Вот как это ни парадоксально, мы не готовы к тому, чтобы сменяемость была. Но парадокс, что молодые мамы-то, они готовы работать, они хотят быть востребованы. Они хотят совмещать. Вот очень часто мы сейчас сталкиваемся с тем, что молодая мама хочет совместить. То есть что-то не потерять. Не потерять так долго, так длительно. Потому что, ну смотрите, если третьего ребенка рожает, и мама полностью брала декретный отпуск, то это 9 лет, за которые все ее профессиональные навыки и компетенции, опыт, умения, они забылись. А если рынок быстро менялся, технологически быстро менялся, то в этом случае, конечно, работодателю приходится сталкиваться с тем, что он место-то держал. А получает, да, совсем не того работника, которому... Я думаю, сейчас не будут держать никто место. Сейчас я знаю такие примеры, когда работодатель названивает, ну что, либо ты выходишь, либо до свидания. Да, и такой вариант. Ну, значит, это не потому, что работодатель такой нехороший, а потому что нет альтернативы. И рынок или государство тоже не могут предложить вариант полноценного переобучения, полноценного вхождения молодой мамы в эти отношения. И мне кажется, здесь вообще не только в деньгах вопрос, там, о субсидиях, поддержках, грантах. Ну, возможности есть и дополнительно. Если мы посмотрим, опять же, к нас с проектом возвращаюсь, целый блок, там есть имущественная поддержка. Вот как вы думаете, что это такое? Вот по идее, что такое имущественная поддержка? Ну, это предоставление помещений буквально. Ну, пожалуйста, а может быть. Ну, хорошо, мы откроем, посмотрим на сайте корпорации МСП, такую большую таблицу, сколько квадратных метров у нас пустующих помещений. И знаете, какой там показатель? Надо вовлечь все в оборот, чтобы больше этих пустующих помещений предоставлялись предпринимателям. А есть и обратная сторона медали. Значит, органы местного самоуправления, кто собственниками является. Значит, они неэффективно распоряжаются этими активами. Ну, тогда давайте создадим возможность в шаговой доступности. А их, ну, только по городу Твери, десятки тысяч квадратных метров, пока они не развалились, полностью не пришли в ветхое состояние. Они, как правило, не востребованы уже годами. Создадим возможность краткосрочного, краткосрочного, бесплатного присутствия той же молодой маме, если ей нужно фотосессию организовать в каком-то досуговом центре, в микрорайоне. Вообще не работает эта система, к сожалению. Но этой проблемой надо заниматься на серьезном государственном уровне. Ну, а здесь еще... Почему не занимается меня? Нет, здесь просто есть еще очень важный момент. Мы очень часто, ну, может быть, это влияние школы феминизма, вот этих гендерных различий не должно быть, да? Все, никакой дискриминации по полу уж точно. Но мы же понимаем, что женская занятость и мужская занятость – это немножко разные вещи. И в этом случае мы понимаем... Это почему? Я к чему? К тому, что если мужчина на неполный день пойдет не очень охотно, потому что для него неполный день означает неполностью полученный доход, то для женщины, женщины с детьми, неполная занятость – это вариант решения ее проблем, да. А мы пытаемся унифицированно выстроить подход к оценке бизнеса. Да и, честно говоря, эффективно никогда с 9 до 18 или там до 23 до ночи. Не в этом же дело. Результат, да? Конечно, конечно. А у нас показатели. Неполная занятость – это большая проблема. И в этом случае органы власти начинают пытаться бороться с неполной занятостью. Здесь же вариант – хочет или не хочет женщина работать целый день. Здесь же тоже... Предложение. Давайте посмотрим. Вот у нас сейчас, по-моему, я опять говорила про безработных в начале, но в другой статистике. Вот у нас там 4 с чем-то тысячи безработных. И 15,6 тысяч вакансий. Ну, наверное... И это повторяется еженедельно, ежемесячно эти данные, да. И вроде бы коэффициент неплохой там напряженности. Но мы же понимаем, что здесь потребности работодателей не удовлетворяются теми тысячам безработных, которые мучаются там или... Ну, безработица. Тут же причина. Я что же смотрел эти вакансии? Ну, это же не вакансии, условно говоря, там, допустим, продавщицы в магазине на кассе за, допустим, там 45-50 тысяч. Это все вакансии малооплачиваемые. Средняя... Фигурно. Оплачиваемые. А надо их... Как правило, пролонжировать и посмотреть. Вдруг там есть те, которые могли бы с неполной занятостью... Ну, тяжело на такую работу быть востребовано. Не только там. А большинство вакансий, большинство нормальных вакансий, которые сами работодатели, они, конечно, туда не попали. Конечно. В большинстве нормальных вакансий, господа, я вообще... Что жизнь опыта расходится, как правило, по знакомым. Тихо или быстро. Как правило, никто... Очень редко, когда нормальная вакансия, хорошая зарплата, вот в открытом доступе. Как правило, это все распределяется. Особенно, если в органах власти, тем более, это все шу-шу-шу-шу. А обычная вакансия, это как раз продавец, сетевый супермаркет за 20 тысяч, 25. Там еще вычеты у них и так далее, если украли сникерс с полки магазина. Поэтому они не востребованы. Это дворники и так далее. Это, как правило, то есть, когда у нас любят говорить, вот смотрите, сколько у нас вакансий предлагается, да это все низко оплачиваемо. С удовольствием люди пойдут, с удовольствием пойдут работать за более нормальные деньги просто. Но сейчас у нас на дворе не 2007 год. Зарплата в 20-25 тысяч, это уже не хорошая зарплата совсем. А вот эти все вакансии, они как раз такая и есть зарплата. Учителя в школах, посмотрите, сколько учителей требуется. Вы видели, какие там вакансии? Контрактник, говорят, им сейчас повысили вроде бы зарплату. Я ввел вакансию контракта, он к тому 12 тысяч. Ну, это понятно, не в горячей точке, но какая разница? Ну, кто с 12 тысяч пойдет служить? Ну, это смешно, понимаете? То есть, до сих пор вот в чем дело. У нас, когда говорят, просто повышать над зарплату. Ну, понятно, работа, я их тоже понимаю. Их, как Антон, да, рассказано. Повышать зарплату, должна быть доходность. Не обеспечена. За исключением все-таки, да, когда колл-центры, тут можно как-то совместить. И то тоже с оговорочками, да. И то, это вариант с оговорками. Потому что такой задачи нет, вот в том смысле, о котором Галина Константиновна говорит. Ее нет, вот чтобы эта вакансия таким образом, специальным, появилась. То есть, работодатель тоже, может быть, ему присылают анкеты, есть у вас кто-то есть, и он отписывается там формально, машинально. Не для этого же вся эта система создана, функционирует, там сотни и сотни людей работают. Но тот регион, тот субъект федерации, который введет поддержку самозанятости, создание бизнес-идеи, поддержку реализации, консультационной, налоговой и так далее, самозанятости женщин многодетных, тот, по сути, решит проблему демографии поддержки МСП двух национальных проектов, которые по своей сути различны. Нам надо решить проблему выпуска рекламы, а после которой мы подведем итоги программы рекламы. Ну что ж, дорогие телезрители, мы сейчас подведем итоги программы, у нас буквально осталось 4-5 минут. Господа, так все-таки что надо сделать и кому государству, я понимаю, в первую очередь, чтобы все-таки вовлечь, помочь этим самым прекрасным нашим женщинам, которые хотят либо подработать, а кому-то просто работать, но при этом как-то ухаживать за детьми, потому что не всегда в сады берут детей, между прочим. Дети действительно болеют и так далее. Бывает, что дети две трети срок, которые они вроде как в саду, на самом деле проводят дома по всяким причинам. Что делать? На самом деле нужен продукт, особый продукт обучения таких женщин и последующая поддержка в течение года, по крайней мере, информационная, консультационная, налоговая, бухгалтерская. Это все встраивается в систему государственной поддержки малого и среднего бизнеса и самозанятости, но это особый подход, особый продукт, когда мамы многодетные, мамы с детьми до шести лет, с двумя и тремя детьми становятся особым объектом государственной поддержки. Если мы не выделим их, не предопределим льготы, не подготовим им особую программу запуска самозанятости, когда просто будем учить бизнесу, у нас ничего не пойдет. То есть продукт нужно менять. Кто должен разработать региональную власть, муниципальную, федеральную? В первую очередь региональную, потому что господдержка идет инфраструктурная, финансовая, информационная через субъект федерации, через правительство Тверской области. Создается единый центр поддержки предпринимательства. Вот надо все-таки, чтобы предприниматель для этой поддержки различался по полу. То есть если мы потеряем эту группу как потенциально возможных предпринимателей, самозанятых, то мы потеряем деловую активность в регионе. Мы предлагаем все-таки, это надо и на федеральный уровень колотиться, чтобы на наш регион распространили этот режим для самозанятых. Это не просто 4%, это как раз и мобильная платформа, это удобство в регистрации, это отсутствие дополнительной неналоговой нагрузки. Второе, все-таки это за счет средств регионального бюджета предусмотреть специальные субсидии для такой категории наших жителей. Третье, грантовая поддержка начинающим, ее нет в принципе. В отдельных муниципальных образованиях по узкому виду видов экономической деятельности она сохраняется, но ее практически не стало. В принципе стартапы не финансируются, а это неправильно, и другие регионы здесь эту поддержку сохранили. Четвертое, я уже говорил про имущественную поддержку, это почасовое предоставление муниципального государственного имущества на безвозмездной основе, оно сейчас не востребовано и не предоставляется. И, конечно, пятое, это гибкий подход к проверкам, к требованиям, снижению количества обязательных требований для этой категории. Ну а я все-таки думаю, мы начнем с ноября месяца, мы с центром «Мой бизнес», который создается в рамках национального проекта, у нас на бывшей швейной фабрике, у нас будет возможность у нашего института по защите прав предпринимателя оказывать консультации предпринимателям, мы обязательно предусмотрим. И начинающий точный, вот сидит молодая девушка, сможет позвонить, прийти, правильно? Сейчас они приходят к нам, мы занимаемся, конечно, защитой, а приходят к нам за поддержкой. Мы рассчитываем, что центр «Мой бизнес», в том числе и с нашей помощью, здесь обеспечит эту возможность, полноценно уже, когда появится тот самый обучающий, полноценный продукт. А с ноября мы эту возможность обеспечим и приглашаем для тех, кто хочет попытаться стать предпринимателем, приходить туда и обращаться. Адрес какой? Куда? Ну это проспект «Победа», швейная фабрика «Центр «Мой бизнес», там же висит вывеска, я думаю, с 30 октября будет такая возможность. Потому что, по крайней мере, мы там несколько дней в неделю будем присутствовать. Ну что ж, дорогие телезрители, наша программа подошла к концу. Мы сегодня говорили о том, что делать молодым мамам, которые и детей вынуждены воспитывать, но им нужна подработка, а может даже они просто хотят начать свой полноценный бизнес, сменить какую-то свою профессию, стать, собственно, предпринимателем и помочь нашему государству. Потому что бизнес – это значит налоги, это значит доход, значит рост ВВП и самозанятость людей, которые не хотят сидеть в нашем государстве, хотят сами зарабатывать. Спасибо большое, дорогие гости. Удачи вам, дорогие телезрители.